Скандальное строительство на легендарном одесском пляже Лонжерон продолжается. Гостиницу возводят прямо на песке, без документов. О незаконной стройке побережья Андрей Настасов. Популярный в Одессе пляж Лонжерон. Сначала здесь появились фундаменты сваи, потом выросло двухэтажное сооружение. Всё под видом благоустройства. Стройка велась незаконно, без документов. Мэрия затеяла судебную тяжбу. В течение года журналисты неоднократно указывали городским властям и контролирующим органам, что строительство на пляже не только не остановилось, но и вовсю продолжается. Однако чиновники этого будто в упор не замечали. Хотя не увидеть, что работы ведутся, просто невозможно. Вокруг здания строим материалы. Зайти внутрь не проблема. Открываем первую же дверь, строители на месте. Местные жители говорят, рабочие здесь постоянно. Осенью оштукатурили стены, сделали кровлю, поставили металлопластиковые окна и двери. В общем, почти всё готово. А как вы думаете, что это будет? Ну как что будет? Что везде. Какая-нибудь кафе, ресторан, забегай ловко. На днях к общественникам в руки попали документы. Оказывается, несмотря на то, что здание недостроенное, строенное свидетельство о праве собственности уже есть. Есть право собственности, выданное официальными органами нашей власти. Одновременно с этим наши власти не выдавали разрешение на его строительство. Человек захотел, построил и пытается сказать, что так и было. Выясняем. Свидетельство выдано на основании декларации инспекции архитектурно-строительного контроля. В ведомстве говорят, застройщик, дескать, их обманул. Здание не было готово к введению в эксплуатацию. При этом проверять, так ли это, и законно ли строительство вообще, специалисты не стали. Декларацию аннулировали. Осталось отменить свидетельство о праве собственности. Это можно сделать только в судебном порядке. Областная прокуратура уже подала иск. Загроза воплощается в том, что этот объект может постоянно перепродаваться. Я считаю, что в лютом этого года будет скосов на цены законного решения про право властности на этот объект. Одновременно горсовет пытается добиться демонтажа объекта. Судебное рассмотрение постоянно откладывается из-за неявки ответчика. Очередное заседание назначено на следующую неделю. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса.